Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск наших интересных новостей. И сегодня вас ждет Lamborghini, которая показала хардкорный суперкар за четверть миллиона евро. Калифорнийский стартап представил электрический гиперкар Elation Freedom с мощностью 1900 лошадиных сил. Пилот реального истребителя впервые сразился с виртуальным противником. Герметичный бокс Hot Dive превратит смартфон в дайверский компьютер. Опа официально представила первый смартфон рулон. Обо всем этом я сегодня расскажу вам в этом выпуске. Настоятельно рекомендую подписаться на канал, усаживайтесь поудобнее, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Компания Lamborghini показала Huracan STO. Из всех представителей обновленного семейства 10-цилиндровых моделей, это купе в наибольшей степени ориентировано на трек. Но при этом машина имеет допуск и на обычные дороги. Отчасти новая модель наследует экс-чемпиону Нюрнбург-Ринга полноприводному Huracan Performante, послужившему основой всей эволинейки гражданских Huracan. Однако в данном случае мы имеем дело с заднеприводной машиной, которая еще активнее использует автоспортивные технологии. Новинка получила полностью переработанный кузов с развитым аэродинамическим обвесом и множеством вентиляционных отверстий для оптимизации распределения воздушных потоков и улучшенного охлаждения. В сравнении с Performante, аэродинамическая эффективность Huracan STO улучшилась на 37%, прижимная сила выросла на 53%, а сухая масса снизилась на 43 кг до 1339 кг. Общий для всех версий Huracan 5,2-литровый V10 в данном случае настроен на 640 л.с. и 565 нм крутящего момента. Первую сотню суперкар набирает ровно за 3 секунды, после чего может полностью остановиться всего через 30 метров. На разгон до 200 км в час уходит 9 секунд, а максимальная скорость составляет 310 км в час. И раз уж мы заговорили о суперкарах, у меня есть еще одна интересная новость на эту тему. Молодой американский стартап Elation Hypercars из Калифорнии решил бросить вызов европейскому производителю электрических гиперкаров Remak, предложив свой вариант подобной модели по имени Elation Freedom. Модель собрана на основе легкого монокока из углеродного волокна. Вес стартует с отметки 1650 кг, что довольно мало для батарейного автомобиля, и может оснащаться тремя или четырьмя электродвигателями. В первом случае суммарная мощность двигательной установки составляет 1427 лошадиных сил, во втором – 1903 лошадиных силы, при этом в обоих случаях реализован полный привод с векторизацией крутящего момента. В результате электромобиль разгоняется до 420 км в час, набирая первые 100 км в час всего за 1,8 секунды. Базовая батарея емкостью 100 кВ час обеспечивает запас хода в 480 км. Улучшенный модуль на 120 кВ час обеспечивает запас хода на 640 км. Разработчики гиперкара Elation Freedom черпали вдохновение у гоночных автомобилей, поэтому в конструкции используются решения, типичные для спорткаров. К примеру, продвинутая подвеска и активная аэродинамика позволяют проходить повороты с боковым ускорением 2G, а двери в формате крылья чайки облегчают посадку в салон. Двухместный салон отделан кожей, карбоном, металлом и драгоценными камнями. При этом создатели уделяют особое внимание персонализации и процессу выбора всех деталей интерьера. Показательно, что компания также предлагает ДВС-вариант модели по имени Elation Freedom Iconic Collection, оснащенный 5,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 750 л.с. За счет отказа от батарей и четырех электродвигателей, масса этой версии снижена до 1300 кг. Разработчики автомобиля уже принимают предзаказы. При этом стоимость электрической версии Elation Freedom стартует с 2 миллионов долларов, а бензиновой версии Elation Freedom Iconic Collection с 2 миллионов 300 тысяч долларов. Две американские компании сообщили о завершении первого в мире воздушного боя между реальным пилотом и виртуальным истребителем, управляемым искусственным интеллектом. Данный эксперимент – это первый шаг на пути к поставке аналогичной технологии пилотам-истребителям ВВС США, которая позволит им сражаться с виртуальными противниками, используя дополнительную реальность. Концепция поможет значительно снизить затраты на подготовку к воздушному бою, не вступая в реальный контакт с самолетами противника. В эксперименте участвовали самолет Free Flight Composities Berkut 560 и смоделированный китайский истребитель-невидимка пятого поколения J-20. Необычный поединок проходил в аэропорту Камарило, штат Калифорния. Основой технологии EpiSky стала программа AlphaDogFight, разработанная управлением DAPRA. С ее помощью в кабину можно внедрить симуляцию, управляемую искусственным интеллектом, которая ранее применялась только на традиционных наземных тренажерах. В виртуальном воздушном бою использовалась бортовая тактическая система дополнительной реальности ATERS, которая включает в себя системы отображения данных и управления, необходимые для визуализации объектов дополнительной реальности, а затем для взаимодействия этой виртуальной картинки с окружающей средой, как если бы она была настоящей. Герметичный бокс HotDive превратит смартфон в дайверский компьютер. Благодаря своим характеристикам герметичный футляр HotDive наделяет обычный смартфон функциями дайверского компьютера и подводные камеры. Его корпус изготовлен из сплава алюминия и из поликарбоната толщиной в 6 мм. В HotDive может поместиться любой смартфон, не превышающий габариты 164 на 84 мм, а ресурса водонепроницаемости хватает на 80-метровое погружение. При этом в момент герметизации интегрированная насосная система создает внутри вакуум. Недостаток света на глубине HotDive восполняет с помощью светодиодного прожектора мощностью 800 люминов. Помимо этого, на нем установлены швейцарский датчик глубины TEMS5083, встроенный электронный компас и микропроцессор. Информация передается на смартфон через Bluetooth, приложение iOS или Android. В приложении можно также запрограммировать специальные звуковые сигналы, предупреждающие дайверов о достижении предельной глубины и о слишком быстром всплытии. Вся информация о каждом погружении автоматически фиксируется в журнале погружений. Доступ к функциям приложения пользователь получает с помощью связанных с телефоном в беспроводном режиме кнопок на задней правой стороне корпуса. Съемка фото и запись видео производится с помощью отдельного беспроводного переключателя. HotDive – автономное устройство со своим источником питания. Встроенная литийая батарея емкостью 3500 мАч. Ее заряда хватает на 100 минут работы при использовании прожектора и на 15-20 дней без него. Приобрести HotDive можно на Kickstarter, внеся залог в размере 179 долларов США. Многие производители работают над смартфонами-планшетами, внутри которых дисплей скручивается в трубку. Но Oppo оказалась первой. Смартфон Rulon Oppo X 2021, сходя из названия которого можно предположить, что данный смартфон выйдет в 2021 году. Экран внутри смартфона буквально скручивается в трубочку. При необходимости его можно вытянуть и устройство превращается в небольшой планшет. В обычном состоянии это смартфон с экраном 6,7 дюйма. Но при необходимости экран вытягивается из корпуса и превращается в небольшой планшет диагональю 7,4 дюйма. И в результате действительно получается небольшой планшет, который подойдет для браузера, игр и видео. За вытягивание дисплея отвечает небольшой привод внутри корпуса. Для этого нужно провести пальцем по специальной сенсорной площадке на боковой рамке. Подобная технология уже далеко не нова, но все еще очень дорога. LG только запустила в продажу рулонный телевизор, который прячется в небольшой тумбе. Он стоит почти 7 миллионов рублей и продается только в Корее. Поэтому ждать низкой цены на Oppo X 2021 тоже не стоит. При этом Oppo все еще не делится подробностями. Неизвестно, когда смартфон Rulon начнет продаваться и сколько конкретно он будет стоить. На этом все дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, если вы не подписались и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Также друзья не забывайте написать свое мнение в комментариях под этим выпуском. И поделиться этим выпуском, да и вообще каналом с друзьями. Нам очень важна ваша поддержка и всеобщими усилиями мы преодолеем отметку в 10 тысяч подписчиков до конца этого года. Мне очень приятно получать от вас обратную связь и читать комментарии под каждым выпуском. Спасибо каждому за это. Не забудьте подписаться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы также найдете в описании. На этом я буду заканчивать друзья. И еще раз спасибо большое за просмотр. Я желаю успехов вам и вашим близким. Не болейте. Отличного настроения вам. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok